У нас спорт, он был как бы в каких-то старых неуклюжих руках. Значит, им по-серьезному не занимались. Было больше споров, больше амбиций, больше показывать кто, как, чего, как сказать, какое он имеет значение. А новых вот этих идей, действительно, вот этого времени нового, как бы никто за ними не заботился, я имею в виду этот спорт. Ну, были соревнования, они и есть, это World Grand Prix, но там тоже уже интересно становится, но почему-то организаторы иногда в год могут сделать только максимум три, иногда одни соревнования. Этого, конечно, недостаточно. Вы видите, Формула-1, это где-то близко к 20 стартам. Наши соревнования, они не имели ключа, который бы тянул к этому. Сейчас, не знаю, вот моя попытка и есть к этому, что идти к тому, чтобы подготовить эти соревнования, подготовить этот спорт спортсменов, команды для нового вот этого вот типа соревнований. И когда он станет понятным, когда люди, допустим, приходят на наши бывшие соревнования, посмотрели одного, двух, трех спортсменов, им достаточно, они идут домой. Все, они не хотят туда смотреть. Значит, если этот спорт мы разыграем в ключе, который будет интересен зрителям, который будет интересен телевидением, я думаю, все будет нормально. В какие-то годы был большой спор по самолетам, самолеты были не готовы. Значит, начало наших созданий самолетов вот этих вот Су-26, тогда мы уже получили большие как бы споры и большие тормоза от некоторых команд, от некоторых конструкторов. Они не были довольны, что самолет может выполнять динамичные какие-то комплексы, динамичные, допустим, программы. Потом, когда они увидели, что это как бы новое все, вот это в развитии самолетов уже имеет успех, дальше уже стали это все развивать, строить новые самолеты с новыми возможностями. И сейчас я считаю, что вот такая граница. Спорт, если он перешагнет эту границу, наш акробатический спорт или высший пилотаж, то он станет интересным зрителю. Профиль соревнований состоит из двух частей. Это первая часть, это больше классическая программа, по которой, значит, суть по программе, это сделать программу как можно быстрее по времени. И не допустить ошибок. Если ошибка идет более за там определенные рамки, идут секунды штрафа. И далее, есть некоторые еще какие-то нюансы в этом соревновании, где все перечисляется во времени. И это все просто, значит, провести этот вид соревнований, в том числе и вторая часть. Вторая часть, это произвольная программа. По произвольной программе это даются три минуты, плюс-минус одна секунда. В это время летчик должен сделать произвольную программу, которая как можно больше впечатлит судей. И поэтому они выставят каждой свою оценку. Это время превращается, эта оценка превращается во время. И вот это время высчитывается из первой части времени, что получил спортсмен во время первой части. Далее, штрафные, допустим, время снимается в воротах. Самолет стартует, и самолет заканчивает в ворота. От этого с ворот идет отсчет времени. Ворота находятся на земле. Значит, летчик пролетает на высоте где-то 6-7 метров от земли. Если он выше проходит или ниже, ему идут опять штрафные секунды. Этот профиль соревнований был принят организаторами Align Aviashow. И я после того, как уже мы провели эти соревнования, вижу, что действительно новый ключ этих соревнований дает новые возможности, которые в будущем для этого спорта открывают новые просторы, новые ворота. Значит, соревнования становятся более понятными для зрителей, понятными для всех, кто их наблюдает. Ну, на этот раз были какие-то негативные нюансы. Не было, допустим, большого экрана, чтобы можно было показывать результат бегущий, бегущее время. Но на телевизорных экранах это можно было все наблюдать. И поэтому я считаю, что соревнования как бы со стороны своей организации имеют, конечно, место для усовершенствования, но и они действительно то, что нам требуется для будущего.